Привет всем! С вами ваша Силва Баттфлейн, Серебряная Бабочка. Сегодня у нас будет распаковка, и я надеюсь, она выльется в обзор. Закрывайте глаза. Раз, два, три. Поехали! Я не знаю, как он пахнет, и я умышленно не стала читать отзывы на фрагрантики все подряд. Прочитала два-три, которые мне понравились. Один, вернее, был, не понравился. Отзывы два понравились. И я все-таки рискнула и купила. Почему я купила? Потому что мне показалось, это опять из оперы, последних из Магикан, Бошерон, Place Vendôme, Eau de Parfum. Бошерон у нас не так уж часто и продается. И если что-то продавалось когда-то лет 10 назад, скажем, может быть, даже больше, 15, как-то это было очень популярно, вот эти жемчужины, вот эти джайпур, а потом бац, и в одной части все ушло. Вот это вот из новинок, но не таких уж и новинок, всего 4 версии. Там есть белое золото, там есть роза, эликсир и вот этот сам по себе Place Vendôme. Что такое Place Vendôme? То есть это адрес, где Бошерон и заседает. Бошерон – это известная ювелирная компания с историей и биографией, так сказать. Сейчас боюсь даже открывать, честно говоря, потому что вдруг мне не понравится, я буду изображать, что мне должно понравиться. Каждый раз я рискую покупать вслепую, ну и продолжаю это делать, потому что зашла в один магазин, там ничего уже из Бошеронов нет, другой тоже. Я уже задумалась, интересно-интересно, а сколько это продлится. Потом приходишь и там нету, и вот я решила схватить. Сейчас, где же моя волшебная пилочка? Момент распаковки, самый важный момент в мире. Вот эти вот, кстати, вот, если вам видно, такие, как одеялко, да, то есть это брусчатка, как раз-таки на адресе Place Vendôme в Париже. Самый ответственный момент. Сейчас я увидела букву Б, как бушерон. Открываем. Что-то, как обычно, у них же с камнем, с драгоценностями. О, какая ты, у какая, какая прелестная вещичка. Вот только ради бутылькам стоило бы купить. Вот они не сделают из парфюма ширпотреб. Это вот произведение искусства, так же, как и вся продукция от Бушерон. Это же шикарные украшения, драгоценные камни, золото, серебро, белое золото. Разные цвета золота, бывает и розовое золото. Сейчас очень модно, ну, было, по крайней мере, пару лет назад. Сейчас, может быть, еще тоже модно, не знаю. Я не несу. Кто-то сказал, что это, ну, аромат никакой. А я же все гоняю за тихими ароматами и подумаю, может, мне как раз какой. И второй момент, который мне зацепил, что там есть мед, медовая нота. И вот из-за этого, вот только вот эти два параметра, меня сподвигло это дело купить. Ну, и плюс, что это исчезающий вид, и скоро его вообще не будет на полочках. А если будет, то будет в интернете и дороже. Наносим. Раз, два, три. Он мне напоминает немножко Лолиту Олимпику. Ой, нет. Он мне напоминает что-то такое медовое. Очень современное. То есть не в стиле Джайпур, а в стиле сейчас, вот прям 20-21. Ну, что ж, прошел тестирование, я нанесу на себя. Почему нет? Теперь буду сидеть. Так, надо делать так, что... Ой, господи, передозировала. Нет, все, мне нравится, все уже. Уже как бы сначала думаешь, где-то я слышала это, что-то странное. А потом понимаешь, что это то, что тебе нужно, вот такой, как камень, как, я не знаю, темно-серый бриллиант, я скажу. Я вообще ни в камнях, ни в металлах толком не разбираюсь. Вернее, как, я разбираю в золоте, но не настолько, чтобы я его скупала. То есть у меня есть золото, да, и я его не ношу. А ношу какую-то бежу. Ношу-бежу. В общем, я рада, что я заполучила такой флакончик в свои руки. Так. Ой, здесь я помазалась. Значит, Лолита отошла на второй этап. Вовсе не Лолита, нет. Я даже не пойму. Это какие-то разнотравья, но они настолько такие вот, как-то не то, что белесые, разбеленные. И мед вот только вот колышется, вот как вересковый мед, или какой-нибудь там такой мед. И вот сейчас мороз, вот это вот я умное дело сделала, потому что, мне кажется, в мороз очень пойдет. Я его буду выгуливать и весной, и летом, но мне кажется, сейчас самое время. Ну вот у них, значит, Бушерон Пляс Виндом 2013, Пляс Виндом Уда Туалет 2013, тоже только розовенький. Пляс Виндом Уайт Голд, белое золото 2015 года. И, ну теперь я уже хочу, я теперь буду охотиться, а где его взять? Бушерон Пляс Виндом Эликсир. Все в золоте, включая бутылек. То есть, там вообще все дорого и богато. Ну и это. Я только за один флакончик отдам деньги. Вот даже если бы там было что-то недововоримое. Ну, мне нравится это вот поставить на столик, и вы идете на какую-то деловую встречу. И вам не надо кого-то задушить, но в то же время вам нужно сказать о своем статусе. И вот это статусный парфюм. Статусный конкретно. Я как бы знала, что это не будет тебе такой вот удар в нос. И я знала, что многие этого ожидали. А я как раз этого не ожидала. Я искала тихий аромат, но это не тихий аромат. Это не то. Но в то же время и не удар в нос. То есть, это такой легкий мед с чаем. Вот это первое впечатление. Сейчас проверим на бумаге. Основные аккорды. Сладкий. Ну, это мое. Обожаю сладкое. И в жизни, и в парфюмах. Белые цветы. Медовый, цитрусовый, цветочный, амбровый, розовый, свежий, мягкий пряный и теплый пряный. Ух ты. Представляете, два раза пряный, мягкий пряный и еще и теплый пряный. Вот это вот я первый раз встречаю. Тесвендо. Это аромат для женщин. Принадлежит группе Восточной Цветочной. Выпущен в 2013 году. Отгадайте, кто. Парфюмер. Оливье Крэсп и Натали Лорсен. Верхние ноты. Но они же не сделают плохого. Цветок, апельсина, танжерин, розовый перец, роза. Средние ноты. Мед, жасмин, пролине, вион. И базовые ноты. Бензоин и кедр. Бушерон представляет новый аромат, названный Плац Вендом в честь адреса в Париже, Вендомская площадь 26, по которому Фредерик Бушерон открыл свой первый ювелирный магазин в 1893 году. Новый аромат, посвященный 150-летию дома, создан для женщин в стиле Бушерон. Независимый, свободный, состоявшийся и уверенный в себе. Это флорентально-древесная композиция, созданная композиторами Оливье Крэсп и Натали Лорсен. Она открывается свежим, искающимся розовым перцем, нежными аккордами флерн-доранжа и розы. Сердце прекрасной лепестки жасмина, подчеркнуты бархатным пионом и золотистыми вспышками медовой сладости. База аромата включает кедр и чувственный бензоин. Ну, все, что доктор прописал. Огромный и изысканный особняк Фредерика Бушерона был отличным местом для дома Бушерон. Игра света во флаконе Бушерон Пласть Виндом напоминает утонченных стеклянных витринах, а приятное на ощупь рельефное стекло с орнаментом Клуде Пари, брусчатку Виндомской площади. Золотистый колпачок флакона венчает дымчатый кварцевый кабошон. Аромат доступен в 30, 50 и 100. Что? Концентрации Eau de Parfum, что в принципе я имею. Вот, Eau de Parfum. В золоте вот это написано. Не знаю, вас отчетно освещивает. Eau de Parfum. Ну что ж, поздравьте меня с обновкой. Я очень рада. Это у меня такое маленькое видеораспаковка. А как выходить? А может быть все-таки немножко почитать? Хотя бы 3 секунды. Именно какие-нибудь комментарии. Теперь я вот точно загорелась этим эликсиром. Хочу? Не могу. Все их хочу. Все 4. Так? Вернее 3 уже осталось. Но я никогда не видела вот это. И случайно я на него напоролась. И думала, брать, не брать, брать, не брать. И все-таки взяла. В одном магазине, уже как бы забытый богом магазин, только там можно найти еще что-то, что люди забыли. Впервые встречаю этот аромат, который был настолько округлым, нерезким, при такой стойкости. С одежды благоухает 3-и сутки. Надо же! Аромат уходовый. Очень благородный. Вот слово для него. Благородный, качественный, женственный. Но не тяжелый. Что, похоже, действительно возможно найти и доступнее. Но лично я очень рада приобретению из-за качества. Какой-то он миролюбивый. То есть она думает, что это написал Валдел Уэллс Хау. И что-то такое. Не знаю, как ее произнести. А я считаю, что из дешевого, совсем супер дешевого, такое не найдешь. А из другого как раз таки найдешь что-то в этом духе, но не то. А вот именно это имеет какую-то свою индивидуальную нотку. Мне сейчас повеяло конфетами и мед и кокос. Я не знаю, кокос там есть, я уже даже забыла. Вот еще пишут, ванильный сладкий аромат. Это тоже есть. Обожаю ванильные ароматы. Вот пишет, брала слепую по отзывам в стоковом магазине. Часто бывают неудачи. Но не на этот раз. Любовь с первого вдоха. Хочу еще и побольше. Как приятно флакон держать в руке. Замечу, что в зависимости от погоды, ощущаю его по-разному. В основном цветочный нежный мед. Но иногда мне слышится на старте ванильная кола. Хотя там ее нет. Вот так. Я очень-очень рада вот этому приобретению ЦУ. Это вот такая вот благородная женщина. Встала, накрасилась. И ей нужно идти. Садиться в машину, ехать. На встречу, скажем, с партнерами. Вполне зайдет. Потому что если она будет душить это ангелам своих, допустим, партнеров и подчиненных, еще неизвестно, как сыграет эта сделка. А эта сделка обволакивающая такая, ну, как говорится, медовая. Мне она по нраву. А вы скажите, у кого-нибудь есть в городе такие дела? А если есть эликсир, так вообще вы счастливчики. А я заканчиваю свой репортаж. С пляс вендо и бушерон. Всем всего самого-самого хорошего. С вами была Силба Батафлай, серебряная бабочка. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok